Всем привет, с вами Тори, и в данном видеоролике мы с вами посмотрим на то, каким образом работают диеты и стоит ли их придерживаться. На самые разрекомендованные и те, которые как бы работают. Мифы и реальность, и это скорее медицинский взгляд. Каждый человек индивидуален, и то, что один раз подошло одному человеку, другому может не подойти и очень сильно так подпортить его здоровье. И большое спасибо тем людям, которые писали свои предположения, мифы, реальность и вопросы для уточнения, действительно ли работают эти диеты. Я вам очень сильно благодарна. Ну и конечно, если у вас есть еще какие-то мысли на этот счет, то, конечно, пишите об этом в комментариях. Но и прежде чем начать, обязательно подпишитесь на канал и нажмите там внизу кнопочку поделиться. Итак, первая диета, о которой мы поговорим, это, пожалуй, диета на холодном кофе. Вообще, в чем смысл вот этих вот всех растерживанных вариантов, что вам нужно пить холодные напитки, холодную воду, холодный кофе, холодный еще что-либо, и таким образом вы будете худеть. Что такое, в принципе, калории? Это как бы то, от чего люди пытаются избавляться и чего они так боятся. Это то, сколько нужно затратить энергии, чтобы нагреть один грамм воды на один градус. И, собственно говоря, что касается человеческого тела, то это получается, сколько организму нужно затратить энергии, чтобы нагреть, допустим, холодную воду или холодный кофе или еще что-либо холодное до температуры вашего тела. И кто все еще верит в то, что это поможет похудеть, я вам скажу, что это не поможет похудеть, просто потому что разница между тем, что вы будете пить обычную воду или обычный кофе, и между тем, что вы будете пить холодную воду или холодный кофе, ничтожно мала. Вы не затратите огромное количество энергии на то, чтобы как бы избавиться от чего-то в своем организме, избавиться там от лишнего жира и так далее. Что касается кофе, то тут я, конечно, многих огорчу, потому что я частенько вижу тех людей, которые думают, что на полках в магазинах, в красивых разных баночках, еще каких-то упаковочках там продается реальный кофе. Это не так, потому что зачастую кофе там и не пахнет, так скажем. Это дешевые такие заменители в общем вариаций, которые проще продавать производителям, а настоящий кофе вы, пожалуй, встретите только в варианте зерен, и то не всегда. Тот кофе, который продается в супермаркетах, зачастую в разных баночках и так далее, без разницы, популярен он или не популярен, он скорее приведет вас к проблемам со здоровьем. То есть у вас могут начаться проблемы с сердцем, проблемы с нервной системой и с органами желудочно-кишечного тракта. Так что я вам не советую этого делать. И как бы там кто ни говорил, что диета на холодном кофе работает, это не так, потому что вы быстрее испортите себе здоровье, чем это начнет работать. Далее я, пожалуй, объединю немножечко в один пункт питьевую диету и диету, связанную с различными жидкими продуктами. То есть когда вы какие-то супчики пьете и так далее. Окей, в чем смысл питьевой диеты? Это то, что человеку нужно месяц питаться только водичкой, соками различными и так далее. В общем, все, что жидкое, но ни в коем случае не то, что можно пожевать. И смысл, в принципе, основной, что питьевой диеты, что жидкой вот этой диеты, в том, что вы ничего не жуете. И это диета, которая скорее приведет вас к каменной плиточке, чем к тому, чтобы похудеть. Потому что обе эти диеты приводят к дистрофии органов. Если вы будете пытаться на них сидеть, они проводятся исключительно в профилактических целях или в период так называемого обострения заболеваний органов. Если у человека проблемы с поджелудочной, с кишечником, с желудком, с печенью, то ему периодически назначают диеты, где как бы нужно придерживаться так называемого голодания. Но это идет от одного до трех дней. Ни в коем случае человеку нельзя сидеть на чем-то подобном, и человеку нельзя голодать очень долго, потому что это негативно скажется на его организме. Касательно вот этих вот всех жидких продуктов, вы начнете замечать, что у вас появляются отеки. Это постоянный спутник человека, который все время питается исключительно водой или исключительно чем-то жидким. Самый безобидный вариант того, что может произойти, это аллергия, если вы будете злоупотреблять какими-либо соками. Но теперь, я думаю, стоит все-таки поговорить о чем-то более серьезном, что вас ожидает, если вы будете пытаться следовать питьевой диете. Потому что это не самая красивая история и совсем не такая радужная, как вам часто описывают те люди, которые стремятся к весу 40 килограмм, и как бы ее придерживаются, и как бы вы не стремились к тому, чтобы иметь худое тело, я думаю, что те проблемы, которые сулит данная диета, вы бы не хотели видеть в совокупности со своим организмом. Помимо постоянного спутника тех людей, которые пытаются придерживаться подобной диеты, то бишь анорексии, вы можете столкнуться с анемией, которая, конечно же, придет. Это то, что все вот эти вот истории с тем, что данная диета питьевая, либо на каких-то просто жидких супчиках, еще чем-то, она очищает организм, она не очищает организм никоим образом. Те органы, которые как бы очищаются с помощью нее, они очищаются самопроизвольно, они делают это без участия диеты, и это происходит тогда, когда им нужно, а не как бы принудительно. Это не работает. Также это то, что ваша кожа станет очень тусклой, она станет очень сухой, она станет шершавой, неприятной на ощупь. Вы заметите, что она будет трескаться, и она будет вообще, в принципе, очень некрасиво выглядеть. Вы, потому что лишите организм всего того, что ему, в принципе, нужно. И, конечно же, нельзя уйти от того момента, что это просто медленное умершвление организма. Как бы вы не хотели верить, что вы похудеете, но нет. Если следовать этой диете месяц, вы не похудеете. Вы придете к тяжелой форме анорексии и дистрофии внутри их органов. То есть, далее вы не сможете есть обычную пищу. И чтобы выйти из этого состояния, вам понадобится очень много времени, либо вы не сможете сделать этого никогда. Она не будет работать вам на пользу. Она просто убьет ваш организм. И если вы на данный момент являетесь тем человеком, который придерживается данной диеты, то лучше вам все-таки завершить эту историю и обратиться к доктору. И еще один момент. Все диеты прописываются исключительно лечащим врачом. Вы ни в коем случае не можете сидеть на диете, если она вам не назначена. Особенно, если вы являетесь ребенком, либо подростком. Далее это творог и молоко. Что касается данных продуктов, то да, они действительно полезны человеческому организму. Они полезны для нашей пищеварительной системы, потому что богатые микро-макроэлементами, различными витаминами и так далее. Это все очень и очень хорошо. Но вам стоит понимать парочку важных моментов. Это то, что важны краткосрочность и то, что вы не ограничиваетесь этими двумя продуктами. То есть, когда человек потребляет творог, он не зажат в рамки только этого продукта. Он может также есть овощи, он может есть куриную грудку, либо куриное филе. Что-то подобное. То есть, то, что не жирное, не суперкалорийное и так далее. То есть, самое главное здесь просто не зажимать себя в рамки только двух этих продуктов. Потому что есть один маленький момент, о котором многие почему-то забывают, когда пытаются связаться с какой-либо молочной диетой. Это то, что у многих людей после 20-25 лет может развиваться такая непереносимость продуктов, содержащих халактозу. И особенно эта непереносимость может развиваться у людей, живущих в странах Азии, либо же в Америке. Таким образом, вам нужно понимать, что лучше этим не злоупотреблять. И если у вас нет специального назначения, то лучше не стараться перегружать себя попытками посидеть на молочной диете. Далее пункт с овсянкой. Еще один вариант в виде мини-диеты. Хоть и краткосрочная, но тем не менее, я бы не сказала, что она очень полезна. Просто потому что, если вы человек, у которого есть калит, гастрит, язва или что-то подобное, то вам категорически противопоказана подобная диета. А гастрит сейчас есть у каждого третьего, по-моему. Так что она, можно сказать, противопоказана каждому третьему. И, конечно, овсянка полезна. Овсянка содержит в себе огромное количество хороших для нашего организма веществ. Но есть одно но. Она содержит в себе фитиновую кислоту. И, соответственно, если вы будете питаться овсянкой круглые сутки, то вы добьетесь только одного. Кальций начнет вымываться из вашего организма. А помимо кальция уйдет и еще несколько хороших алиментов, которые поддерживают вашу жизнедеятельность. Так что я бы все-таки не советовала пытаться долгое время или часто следовать чему-то подобному. И лучше овсянку использовать таким образом, что вы будете питаться ей по утрам. Потому что с утра она может быть довольно-таки полезной для вашего организма. Просто потому что это время, когда подобные продукты наиболее хорошо усваиваются. Но это не должна быть овсянка быстрого приготовления, это не должны быть какие-то хлопья, это не должны быть мюсли и прочие виды овсяных продуктов, которые содержат в себе различные добавки. Но самое главное все-таки не налегать и знать меру. И завершу я, пожалуй, все это тем, что считается супер доступным, но не во всех странах, конечно. Это гречечка, то есть гречневая диета. Многие люди твердят, что они очень быстро худеют, когда посидят на гречке неделю. Но вот только есть одно но, что окей, гречка полезна, она опять же несет в себе различные полезные элементы в наше тело, но есть одно но. Это количество противопоказаний и количество так называемых осложнений, которые несет в себе эта диета. Даже если вы посидите на ней пару дней, вы, скорее всего, столкнетесь с этим. Самое главное, с чего обычно начинают, это то, каким образом она готовится, это то, что ее нельзя варить. Она просто заливается кипяточком и потом с утра наворачивается, и в течение целого дня происходит то же самое, но вот только человеку становится все хуже и хуже. У нее есть такие противопоказания, как диабет, холецистит, панкреатит, язва, опять же, гастрит стандартный. То есть это еще одна диета, которая противопоказана каждому третьему человеку, потому что у каждого третьего есть гастрит, так или иначе. И, соответственно, если человек пытается ее придерживаться, имея эти заболевания, то он получит в себе очень быстрое их обострение. Но помимо этого человек зарабатывает в себе тошноту, рвоту, очень плохой цвет кожи, головокружение постоянное, проблемы с органами желудочно-кишечного тракта, потому что они начинают очень сильно болеть, головная боль, различные воспаления, которые как бы никогда у вас не проявлялись, но вот тут вот они нарисуются вместе с гречневой диетой. И еще огромный вагончик осложнений в формате даже боли в суставах. И, конечно же, можно спокойно заработать себе проблему с сердцем, просто потому что вы не будете дополучать нормальное количество белков, нормальное количество жиров, ваш организм будет голодать без этого. И когда организм голодает, это очень и очень плохо. Ну а помимо всего, самым безобидным из всего этого списка является появление целлюлита, потому что монодиеты – это очень большое ограничение для вашего организма, не в плане того, что он начинает сжигать там собственные запасы, а в плане того, что вы, получая что-то одно, не получаете все остальное. Так что кто бы как вам что ни расписывал, ни говорил, что эта диета работает, она что-то действенная, она точно поможет, никогда не верьте. Просто потому что люди зачастую говорят на собственном опыте, что они попробовали и у них было так-то, так-то. И поэтому они сложили мнение, что оно действительно работает, но то, что работает для одного, может не работать для другого. То, что полезно одному, может навредить другому человеку. Почему никто этого никогда не учитывает? И поэтому меньше обращайте внимания на тех людей, которые советуют вам какие-либо диеты. А лучше обзаведитесь хорошим гастроэнтерологом и, пожалуй, эндокринологом, потому что это те люди, которые действительно вам помогут. Ну и в компанию к этим людям можно также добавить диетолога. А лучше, если гастроэнтеролог имеет еще и специализацию диетолога. Это будет дополнительный плюс, просто потому что диетолог отдельно от всех остальных врачей абсолютно бесполезный специалист, который может помочь вам только разрушить ваш организм, но никак не наладить его работу. Ну а я надеюсь, что вы больше не будете верить в мифы о том, что эти диеты работают. Человек не может чувствовать себя здоровым, и он не может быть здоровым, когда его органы, допустим, лет в 15, в 18, в 20 и так далее, находятся в состоянии 70-летнего человека. И лучшим выбором в данном случае всегда является правильное питание. И сейчас я говорю о действительно правильном сбалансированном питании, правильном сбалансированном рационе, а не тем, что почему-то сейчас представляются людям, потому что появилось, видите ли, новое заболевание, когда человек слишком стремится к правильному питанию. Но нет, я сейчас говорю о здоровом его ответвлении и о здоровом его понимании. Им нужно научиться просто следить за тем, что они тащат свой рот. Ну и надеюсь, что то, что я говорила, не было слишком жестким, и оно немножечко настроит вас на более правильный путь и в более правильное русло. Допустим, я вам спасибо за просмотр!